Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы. Слушайте, ну что я могу сказать? Обвиняла я сегодня Лешу Колесникова в том, что он все, знаете, мимо кассы. А сама тоже далеко от него не ушла. Поняла, что мышей ловлю через раз. Опять я поддалась, так скажем, на Лелькины чары. И вчерашний свой ролик я закончила тем, что, мол, странно, Леля не стримит в день рождения своей дочки Софии, донат не выставила. Ну и как вы думаете, не успела я выложить свой ролик, как Леля села стримить, выставила донат на подарок Софии, мол, можете ее поздравить. Так что, друзья мои, очень я о ней, конечно же, хорошего мнения. Да, поверила, что Леля будет, так скажем, гулять на свои. Не тут-то было. Вроде как ребенок, да, ее и подарок своему ребенку, соответственно, должны покупать сами родители, причем на свои деньги. Но Леля не согласна гулять на свои. Что касается самого стрима, Леля принимала поздравления и, конечно же, деньги от своих благодетелей. Причем была она в окружении детей, которые менялись, как перчатки. Одни приходили, другие уходили и так по кругу. Дети, по словам Лели, были в восторге от того, как они отметили день рождения Софии в бане и с бассейном. Даня, тот, который вот шустрый, самый шустрый, он мне, кстати, очень нравится, семилетний. Помните, он как-то сказал на очередном стриме, что его самая-самая главная мечта, вы помните, семилетнего ребенка, это баня. Да, так он хотел вот баньку, баньку, но не построили пока. Так вот, он в начале стрима, разговаривая с Лелей, знаете, так умно и шустро смотрел постоянно в камеру и говорил, Да, уж больно хочется опять пойти туда, вот в эту вот баньку с бассейном. Мол, на день рождения Матроны, мам, мы сходим, сходим 5 марта. Ну, а Леля сидела, пожимала плечами, знаете, наверное, она говорила, ну, наверное, сходим. А, наверное, в голове у нее, я так предполагаю, крутилась мысль. Конечно, если вот сейчас вы надонатите нам, то мы сходим и не только туда. Ну, и, естественно, конечно, начали донатить. Так что маленький, не маленький 7-летний, да, сынок, а уже все прекрасно понимает, что, где и кому нужно говорить, чтобы донатили побольше благодарные зрители. Ну, и Леля начала объяснять зрителям, почему, как они сходили вот в эту баню с бассейном и почему не все дети были на дни рождения в бассейне. Она сказала, что, во-первых, не все хотели. Я так понимаю, Ульяна с Артемом не хотели, раз их не было, да. Да и бассейн, мол, был для взрослых полтора метра, да. Вот, знаете, у меня в таком случае вопрос, зачем вообще было тащить маленьких детей, да, отмечать день рождения шестилетнего ребенка в бассейне, где нет даже детского бассейна. Ну, понятно, Леля, я так поняла, что с друзьями отдыхала, парилась в бане. Банни больше, скорее всего, вот этот день рождения она делала именно под себя и для себя. По поводу бани сказала о том, что мы ничего с вами не понимаем. Она все прекрасно знает. Она же единственная мать на всем белом свете, да, и сказала, что баня ей полезна. Ну, да ладно, пусть так и будет. Не знает, кстати, как ей ехать на Матронин день рождения. Говорит, вот если опять там же отмечать, наверное, говорит, придется брать с собой Женю, старшую дочку, чтобы она могла возиться с малышами, а Леля тем временем будет расслабляться во всяких там саунах и банях. Говорит, хочу отдохнуть, а не дергаться. Молодец. Я смотрю, она себя очень и очень любит. В общем, да, устраивает себе отдых, так скажем, ну, говорит о том, что да, это у нас день рождения, и, типа, детский праздник при всем при этом устраивает отдых исключительно под себя и для себя. Кстати, на стриме было столько прикольных моментов, связанных с этим вот Даней, да. Он начал жаловаться маме на то, что пока мама была там в сауне со своими друзьями, да, он бедный несчастный ударился головой в бассейне. Ну, на что Леля, вместо того, чтобы как-то там спросить, там, ну, не страшно, не страшно, да, она начала смеяться и говорить о том, что, мол, а бассейн-то хоть живой остался, да. В общем, Даня хотела сочувствия, ну, а мама посмеялась и потом отправила его за молоком для себя. В общем, все как обычно. Далее Даня сидел, уставившись в чат, вот в этих комментариях, и начал спрашивать, а что там означает определенный значок. На что Леля говорит, ну, это либо ты крутой, мол, либо ты козел. Ну, друзья мои, вот неужели это надо обязательно говорить 7-летнему ребенку, да, ставить, так скажем, его в известность, что и кто, и где, и что, как говорится, означает, да. Ну, в общем, вы знаете, что я поняла на сегодня, на вчерашнем вот этом стриме? Женя Б, так скажем, вышел из опалы, о нем говорили несколько раз на стриме. Леля даже не удаляла, ни она, ни ее там вот эти, кто удаляет, модератора, администратора, кто у нее там сейчас, непонятно, не удалялись вот эти комментарии в чате, и она поддерживала эти комментарии, и да, там, значит, было сообщение о том, что да, Даня копия, значит, Женя Б, и она сказала, да, да, это так. Я так предполагаю, возможно, сердце железной леди деревенского контента дрогнуло, и Леля снизошла до того, чтобы о нем начать говорить. Так что, как знать, возможно, в ближайшем будущем, да, мы будем наблюдать счастливое воссоединение наших возлюбленных. И опять будут песни о любви, признание любви, да, признание в любви. В общем, Леле надо было стримить, а тут вовсю, знаете ли, бегали ее дети. Одному надо было поесть, другому надо было попить, третьему надо было делать уроки, четвертая вообще в 9 лет что-то ничего не понимала, сколько будет 7 плюс 3, и там что-то я вообще ничего не поняла, думаю, нифига себе, ей вроде как 9 лет Саше, да. Но с другой стороны, я так понимаю, что Леля особо с них и не требует по одной простой причине, потому что дети, полностью на них уже столько обязанностей, это Саша и самой там 9 лет, да, причем выглядит она, кстати, младше своих 9 лет, я бы сказала, и она постоянно ухаживает за всеми братьями, сестрами, за всеми младшими, там всем делает поесть, попить, в общем, какой-то ужас, да. Ну, Леля молодец, Леля совсем стойко справлялась. Вот все, кто из детей прибегал к ней с какой бы то ни было причиной, там кому-то, я говорю, надо было поесть, кому-то уроки сделать, кому-то попить, Леля всех их отправляла, нет, не в сад, она их всех отправляла к более старшим детям, то есть кого-то к Жене, кого-то, значит, к Саше, кого-то еще куда-то. Вот я подумала, чего бы так действительно не рожать? Рожай себе, рожай, да. Вы знаете, со стороны вообще сложилось впечатление, что это Женя, вот эта 17-летняя бедная старшая дочка Лели, Женя всех нарожала, поэтому теперь она с ними со всеми и валандается, да. Друзья мои, Леля меня напугала. Она сказала о том, что у них в семье принято отмечать день рождения несколько дней подряд. Ну, нам-то с вами особо, конечно, пугаться нечего, мы-то им не донатим, но я думаю, что в этот момент обожатели, благодетели Лели, наверное, затаили дыхание и держались крепко, я не знаю, там за стулья или сидели они, или стояли. В общем, возможно, если они стояли, они в этот момент присели, да, потому что, я так понимаю, говоря о том, что они отмечают дни рождения несколько дней подряд, вот я прямо увидела себе вот эту картину, что Леля выставляет донат, так, на день рождения Софии, там, несколько дней, да, подряд, да, помимо доната на ремонт. Далее, значит, 5 марта день рождения Матроны, Матроны день рождения, донат каждый день на протяжении 7 дней, ну, в общем, и так далее, и поехали, да, как говорится. В общем, Леля молодец, да, самый настоящий, великий она комбинатор. И еще, кстати, предложила, не поверите, новый вид стрима, называется «Лелька спит, а служба, то есть донат идет». Я вообще обалдела. Говорит, устала, устала, да, это она сказала своим зрителям о том, что она устала, и может, говорит, своим зрителям предложить такой стрим, на котором она будет релаксировать и спать, ну, а зрители должны будут смотреть на все это дело и, конечно же, ей донатить. Ну, Леля, ну, дает, говорит, а чего, мол, есть такие люди, которые едят несколько часов подряд, ну, устраивают мукбанги, да, по 6 часов подряд. Лель, да они-то не спят в прямом эфире, а едят 6 часов подряд. А это, представляешь, как нелегко, я бы даже сказала, это вообще нереально просто. А она, знаете, такая умная, решила, сейчас она развалится в прямом эфире, даст храпака, а вы, люди добрые, глядите на спящую наглую бабу, да еще и осыпайте ее баблишком. Ну, а далее вообще попутала берега. Поставила себя буквально на один уровень с Пугачевой, с Киркоровым и говорит, «Хотите жить, как я и как они? Так и живите, делайте так, как мы делаем. Что, мол, и будут у вас тогда и замки, и дворцы, и все на свете». Лель, в общем, я не знаю, что ты там такое принимаешь, но спустись уже с небес на землю. Пугачева, Киркоров и остальные – это талантливые люди, которые своим трудолюбием, которые своим талантом добивались чего-то, пробивали себе дорогу, да. И то, что они имеют, они, да, вот, имеют это благодаря себе. Они не попрошайничали, не попрошайничали, а вкалывали и давали концерты, ну и так далее, да. А ты просто сидишь, попрошайничаешь на ютубе. Кстати, пытается Леля опять всех убедить, но это, конечно, расчет на новеньких зрителей, убедить в том, что не любят ее из-за многодетности. В общем, переводят стрелки. Леля, людям нет дела, у кого и сколько детей. Есть дети или нет этих детей вообще. Просто ты попрошайничаешь, поэтому от тебя и говорят. «Что за двуличие?» – кричит Леля. Это двуличие. Вот им не нравится, зачем же смотрите? Не может Леля взять в толк, что люди смотрят что-то, любую передачу, любую книгу читают, любой фильм смотрят, любой спектакль. И вот посмотрев все это, им это может нравиться, а может и не нравиться. Это абсолютно нормально. Причем здесь двуличие, да. То есть я так понимаю, что Леля даже значение этого слова не понимает. Вот у Лели самые настоящие двойные стандарты. Она считает, что просить в переходе – это плохо, а просить на Ютубе – это в самый раз. Хотя о чем это я говорю? О каких значениях слов? Она в очередной раз доказала, что она не знает ни советских фильмов, ни артистов, которые известны, гремят, как говорится, на всю нашу страну и на всю Америку. Так что, ну вот, как-то так. Ну вот сидит вот это вот, знаете, в кавычках верующая, говорит о козлах, о говноканалах, о говне на вентиляторе. Причем, заметьте, это ее слова, которые я повторяю. Говорит чуть ли не по фене, да. И пытается убедить всех новичков, что не любят их только те, кто их знает лично из-за многодетности. Нет, Лёля, мы тебя знать не знаем лично, да. И не из-за многодетности в очередной раз скажу, а из-за наглости и из-за того, что просите, просите и просите. Ну да ладно. И говорит, ну да ладно, Бог им судья. Правильно, Лёля. Бог судья всем, в том числе и наглым попрошайкам. Но ты явно не Бог, когда ты уже, до тебя, как говорится, это дойдет. Но до Лёли не доходит. И поэтому она все время пытается повесить на себя доспехи Бога. Они говорят, мне завидуют. Пусть идут и что-то делают. Вы знаете, я посидела, подумала, думаю, а что ж такого умеет делать Лёля? Вообще, что же она умеет делать? Но на самом деле, чего у нее не отнимешь? Она умеет рожать, и она вот к 35 годам научилась рожать, и еще прекрасно клянчить, разводить людей на деньги. Даже, знаете, подарки, в принципе, своим детям, и то не в состоянии купить сама, а ставят донаты. Блин, ну это ж реально, друзья мои, вот согласитесь, это позорище. Подарки должны дарить непосредственно сами родители. В общем, я уже заикаться начала из-за этой Лёли, да. В общем, я, знаете, подумала, что Лёля должна быть просто благодарна и ноги целовать вот этой вот своей подружке Маше, которая ей подкинула идею открыть канал и сделала, по сути, из нее блогера. Потому что, если бы Лёлечка сейчас не была блогером, им бы пришлось Жене бы вкалывать, вкалывать до седьмого пота, не рожая там по 12 детей, да, либо стоять и просить где-нибудь, либо ходить по электричкам, либо в переходах. Вот как-то так. Ну, а сейчас, конечно, она может себе много чего позволить. Как-то так, друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. А, да, в общем, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя и своих близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И, конечно же, большое спасибо за то, что смотрите, за ваши комменты и за ваши лайки. Все, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok